В статье «Открытие художественной галереи», напечатанной в газете «Красный воин» Велимир Хлебников сетовал, что в галерее не представлены его соратники, левые художники. Цитирую. «Может быть, в будущем рядом с Бенуа появится неукротимый отрицатель бурлюк или прекрасный страдальческий Филонов, малоизвестный певец городского страдания. А на стенах будет место лучизму Лорионова, беспредметной живописи Малевича и татлинизму Татлина». Конец декабря 1918 года. К этому времени Филонов возвращается с фронта. Период общения Филонова с Хлебниковым до войны был достаточно кратковременным. Он приходится на время бури и натиска авангарда. Это десятые годы, когда провозглашались основные манифесты, публиковались прокламации, тексты, и левые художники, которых упоминает Хлебников, дружили с поэтами. В авангарде было удивительное сотворчество художников и поэтов. В 1913 году Алексей Крученых в манифесте слово как таковое напишет «Живописцы Будетляне» любят пользоваться частями тела, разрезами, а Будетляне речетворца разрубленными словами, полусловами и их причудливыми хитрыми сочетаниями. Заумный язык. Этим достигается наибольшая выразительность, и этим именно отличается язык стремительной современности, уничтоживший прежний, застывший язык. Напомню, что слово «Будетляне» – это неологизм Хлебникова. Хлебников, мечтавший о сплавлении всех языков воедино, был речетворцем, был создателем новой всемирной азбуки звездного слова. И «Будетляне» термин Хлебникова был придуман им в пику итальянскому слову футурист. В десятые годы Велимир Хлебников и Павел Филонов близко общаются. Слова «Прекрасный страдальческий Филонов, малоизвестный певец городского страдания», относятся ко времени, когда Филонов создает серию нищие, кому нечего терять. Он изображает людей, сдавленных в тисках каменного мешка города. Эти люди изображены Филоновым обнаженными, и он изображает человека так, как будто бы он и вправду оказывается гол и наг перед миром, который оказывает на него страшное нечеловеческое давление. Этим вниманием к маленькому человеку Филонов продолжает традицию русской литературы XIX века. В русском авангарде этим вниманием к человеку обездоленному, нищему Филонов занимает уникальное место. Не случайно Хлебников отмечает именно эту черту его творчества. Так получилось, что Филонов и Хлебников оказываются в какой-то момент соединены схожими устремлениями. В чем же близость творчества двух гениев русского искусства, Велимира Хлебникова и Павла Филонова? В чем, собственно, состоит их родство, которое, безусловно, они ощущали как близкие творческие души? Напомню, что период их общения был достаточно кратковременным. Это десятые годы. В XIV году начнется война, и вскоре Филонов ратником ополчения уйдет на фронт. В армию будет призван и Хлебников. А в XVIII году, как раз когда Хлебников пишет статью, посвященную открытию художественной галереи, начнется новая эпоха. Эпоха времени, победившей революции. И в этом времени Хлебников и Филонов также оказываются удивительно родственными и удивительно едиными в своих устремлениях. В XIII году Хлебников и Филонов оказываются в одном устремлении. Это связано с идеями создания нового, самовитого слова у Хлебникова. Слово, которое открыто, свободно к развитию, которое как будто бы, как живой росток, прорастает новыми ветвями, цветет. И это органическое, самовитое, живое слово находит отклик в поисках органической формы у Филонова. Художник говорит, что он исследует окружающий мир буквально как ученый-аналитик и выращивает живую форму на своем холсте, которая, эта форма, обретает самостоятельность. И вот в этом отношении к языку живописи, к языку поэтического текста, Филонов и Хлебников оказываются едины. Не случайно в XIV году, когда издается первое собрание, пусть небольшое, сочинение Хлебникова, Филонов оформляет два стихотворения поэта. Это издание «Изборник стихов» с послесловием речеря. «Изборник» так называет свою книгу Хлебников, ориентируясь, конечно же, на древнерусские книги, на «Изборник Святослава». И это не случайно, поскольку оба увлечены архаикой, оба обращены в прошлое, в прошлое языка. Напомню, что одна из задач поэзии по Хлебникову – это взрыв глухонемых пластов речи, языка. Вот это пробуждение слова, оно занимало и Филонова. Филонов создает цельно литографированную книгу. Он оформляет два стихотворения. Это Хлебниковское стихотворение «Перуну» и «Ночь в Галиции». В цельно литографированной книге Филонов не был пионером. Напомню, что в 1912 году Михаил Ларионов и Наталья Гончарова первыми создали подобные образцы книги, которая потом станет таким излюбленным изданием, малотиражным русских футуристов. В этом приложении Филонов оформляет текст, переписывает его от руки и создает рисунки. Первое, что открывает книгу, это стихотворение Хлебникова «Перуну» из книги «Деревянные идолы». Для самого Велимира это стихотворение было важным в контексте обращения как раз к основам русского языка, к язычеству, к неким праславянским корням. Вот он создает картину из слов, которые рисуют нам образ скинутого бога. «Над тобой носились беркуты, порой садясь на бога грудь, Когда миял ты рея омута, на рыбье наводя поселки жуть, Бог водами носимый и чайным встречен лебедей. Не предопределил ли ты цусимы роду извергнувших в тебя людей? Не сдал ли ты, что некогда восстанем, как некая вселенная тень, Когда гонимый быть устанем и обретем во время рень сил синих с ним?» Не предопределил ли ты цусимы? Напомню, что известие о гибели русского флота в 1905 году, сражение под цусимы, потрясло Хлебникова. И, собственно, с этого момента он начинается как поэт с катастрофы, с остановки времени. Отсюда идея постижения законов времени с помощью создания универсального закона создания слов. По Хлебникову язык хранит в себе память времени, память истории. И, овладев законами языка, мы поймем, как движется время. А время – это очень важная категория и для Филонова, и для Хлебникова. Любопытно, что Филонов, иллюстрируя стихотворение Перуну, также обращается к древним архаическим образам. Он рисует таких глыбистых, неуклюжих, как будто бы вытесанных из цельного куска камня, идолов и стуканов древних богов. И его иллюстрации связаны не напрямую с текстом Хлебникова, а скорее ассоциативно. Также Филонов использует оригинальный прием, который, кстати говоря, отличает его книжечку маленькую. Напомню, что это все очень небольшие издания, в ладонь литографированные. Он придумывает рисованные буквы, где каждая буква превращена в образ. Например, заглавие стихотворения Перуна создано из букв, которые представляют из себя перекрещивающиеся древние копья. И эти копья, то преломляющиеся зигзагом, то изворачивающиеся, стремящиеся вверх-вниз, они как будто бы образуют такую графику движения глаза по странице. Вообще начертание букв – это то, что было предметом особого внимания у русских футуристов. Напомню, что считается очень важным включение рисованного письма в русскую футуристическую книгу, поскольку начертание живым рукотворным почерком лучше передает саму суть стихотворения. И вот эта живая речь для Филонова и для Хлебников – живое слово, непричесанное таким казенным набором, оно было очень важным. Именно поэтому слова и буквы в этом тексте буквально процветают. Вот отрывок из поэмы «Ночь в Галиции» Филоновым написан так, что буквы кажутся расцветающими ветвями. Так в слове «шиповник», например, «ка» – это как раз веточки растения. Даже в слове «русалка» есть некое цветочное флоральное начало. В этом стихотворении есть элементы народной зауми, если так можно сказать. Роман Якобсон, филолог, близко общавшийся с Хлебниковым и с Филоновым, вспоминал, что, общаясь с поэтом, он как-то принёс ему выписки, которые он делал, исследуя народные заклинания и заговоры. Они как раз должны были по мысли Капсона заинтересовать Хлебникова, поскольку были неким аналогом заумной речи, который тогда активно исследовал Хлебников. И Якобсон говорит, что Велимир очень заинтересовался его выписками. И в стихотворении «Ночь в Голиции» есть прямо цитаты из приведённых как раз цитат Якобсона, причём в очень ироничной форме. У Хлебникова, мы читаем, русалки поют русалки держат в руке учебник Сахарова и поют по нему. «Между вишен и черешен наш мелькает образ грешен». Учебник Сахарова – это как раз учебник, где и были собраны исследования этого фольклориста, в частности, и заговоры, и заклинания, которые выписывал Якобсон. То есть любопытно, да, здесь учебник используется русалками в качестве такого наглядного пособия. Так вот, весь этот текст, написанный Филоновым, представляет из себя пиктографическое буквенное письмо и обретает такую прям живую образность, процветая рисуночками, что было очень тоже важно для художника, который мыслил создание своих рисунков из микроэлементов, своего рода графем, единиц художественного графического письма. И любопытно, что иллюстрации, которые создает Филонов, они напрямую не связаны с содержанием текста, они скорее ассоциативны. В этой ассоциативности проявляется свобода художественного творчества для Филонова, который, отталкиваясь от текста поэта, создает свою собственную графическую вселенную. Любопытно, что Хлебников высоко оценил работу Филонова, и это было важно для художника. В 13-14 годах Хлебников активно сотрудничает с Крученых, Смолевичем. В этот период Хлебников работает над одними своими центральных произведений. Филонов же создает картину, которая также является программой для самого художника. Это пир королей, самый большой холст, масштабный в его предвоенном, предреволюционном творчестве. Он создан в 1912-13 годах и был показан на выставке объединения «Союз молодежи», в которую входил художник. Очевидно, Хлебников знакомится с этим произведением, но отклик на него мы находим в тексте Хлебникова, в повести Ка, написанной поэтом в 1915 году. «Мы избегали поездов и слышали шум Сикорского. Мы прятались от того и другого и научились спать на ходу. Что сами шли куда-то, то независимо от ведомства сна. Голова спала. Я встретил одного художника и спросил, пойдет ли он на войну. Он ответил, я тоже веду войну, только не за пространство, а за время. Я сижу в окопе и отнимаю прошлого клочок времени. Мой долг одинаково тяжел, что и у войск за пространство. Он всегда писал у людей с одним глазом и осмотрел в его вишневые глаза и бледные скулы. Ка шел рядом, лился дождь. Художник писал пир трупов, пир мести. Мертвецы величаво и важно ели овощи, озаренные подобным лучу месяца бешенством скорби». В этом описании без труда угадывается Филонов и его картина, которую Хлебников описывает как пир трупов, пир мести. О чем говорит художник? О какой войне, которую он ведет не за пространство, а за время? И вот тут мы подходим, может быть, к сердцевине, соединяющей Хлебникова и Филонова. И тот, и другой в своих изысканиях слова и формы ставили перед собой сверхзадачу. Для Хлебникова она заключалась в том, чтобы разорвать дурную причинность времени, над которой человек невластен. Он стремился с помощью постижения законов языка овладеть ходом времени. Филонов, дробя последовательность создания художественной формы с помощью единиц действия, которые он изобретал, как он пишет, ежесекундно, пытался создать такую форму, которая развивается не по законам линейного времени, а развивается по законам четвертого измерения, где к трем измерениям пространства добавлено время, над которым художник в этот момент властен. То есть, когда он создает форму, форма развивается по законам, которые Филонов сам устанавливает и изобретает. И вот это соединение двух устремлений к тому, чтобы овладеть законами времени, и отрежено в отрывке повести Хлебникова «Ка», где «Ка» – это двойник поэта, аналог, собственно, проводника в «Царство мертвых» в египетской мифологии, и с помощью «Ка» Хлебников путешествует по пространству и времени и попадает то в одну эпоху, то в другую, и встречает Филонова. Напомню, что идет Первая мировая война, и к этому времени Филонов отметился созданием, может быть, единственного для него литературного текста. Перед уходом на фронт Михаил Матюшин, художник, композитор, близко знавший, друживший с Филоновым в своем издательстве «Журавль» издает книгу «Пропивень о проросли мировой». Это типографское издание. Филонов не оформил его так же, как он это сделал с двумя стихотворениями Хлебникова в изборнике. И на обложку Филонов вынес рисунок, который для него имеет принципиальное значение в контексте времени, времени идущей войны. Он изображает бегство в Египет. Мария с младенцем, Иосиф, ведущий осла, сопровождающий стражник в таком облачении головного боря из перьев и копьем в руках, убегают от страшных львов, которые изображены на заднем плане. В этой книге есть еще три рисунка Филонова, очевидно созданные независимо от самого текста, но, как и в случае с изборником Хлебникова, они не напрямую, иллюстрируя текст Филонова, все-таки с ним очень близко соотносятся. Что это за текст? Это ритмизованная проза, написанная без знаков припинания. Это такая сплошная лава текста наподобие саморазвивающихся, живых, органических форм Филонова в его картинах. В этой книге очень много неологизмов, что тоже согласуется с идеями Филонова о беспрерывном изобретении формы. Но неологизмы Филоновские, они удивительно близки Хлебниковским. Они даже создаются по близким законам, законам языка, которые Хлебников в это время выводил и, очевидно, делился с Филоновым, и, очевидно, возможно, даже обсуждал с ним свои открытия. В этой поэме «Пропивень о проросле мировой» очень много образов, связанных с идущей войной. И, собственно говоря, Хлебников не мог не откликнуться на эту книгу Филонова. В письме к Михаилу Матюшину в апреле 1915 года Хлебников так отозвался о книге «Проповень о проросле мировой» от Филонова, как от писателя. Я жду хороших вещей. И в этой книге есть строчки, которые относятся к лучшему, что написано о войне. Словом, книжечка меня порадовала отсутствием торгашеского начала. Мировый расцвет тоже очень хорошо звучит. Рисунок мне очень нравится пещерного стрелка. Олени, собачки, разорванные своим бешенством и точно нерожденным. И осторожно пугливый олень. Речь идет о рисунке «Охотник», который Хлебников, собственно, и описывает. В этом рисунке страшный, звероподобный охотник целится из ружья в оленицу. И, угрожая ей погибелью, он как будто бы здесь выражает идею, которую, собственно, проносит Филонов через весь текст проповедения о защите жизни, о невозможности убийства, о гибельности войны. Хлебников откликнулся на текст Филонова и стихотворение. Это его текст, где волк воскликнул кровью. Там есть следующие строчки. Кто книжечку издал Песни последних оленей Висит продетый кольцом за колени Рядом с серебряной шкуркою зайца Там, где сметана, мясо и яйца Падают брянские Растут у Монташева Нет уже юноши, нет уже нашего Черноглазого короля Беседы за ужином. Поймите, он дорог, поймите, он нужен нам. Как будто бы это прямой отклик на текст проповедения. А почему кто книжечку издал последних оленей Висит продетый кольцом за колени? А потому что к декабрю 15-го года Филонов уже будет на фронте. Он будет воевать в составе Балтийской морской дивизии на Румынском фронте на Дунае. И когда произойдет революция, то Филонов очевидно, пользуясь непререкаемым авторитетом среди своих сослуживцев, он не сделает карьеры в армию. Как уйдет рядовым, так и закончит службу. Так вот, Филонов будет избран председателем Совета солдатских депутатов Придунайского края. И когда Филонов вернется в Петроград в 18-м году, он в кабинет Подвойского в Смольном принесет документации, регалии полков, которые к этому времени не существовали. Как будто бы Подвойское скажут, жаль, что не сами полки. И в 18-м году начнется новый этап жизни Филонова. Он окажется совершенно в другом городе, который он покидал во время войны в 15-м году. Это Петроград, где произошла революция, где все пришло в движение, жизнь поменялась. И как он реагирует на это? Прежде всего, конечно же, живописью. И это его работа, формула Петроградского пролетариата, которую он создает на протяжении двух лет и приносит в дар Петроградскому совету новой власти, частью которой, собственно, он тоже был, будучи председателем Совета солдатских депутатов. Что мы видим изображенным на этой картине? Стоит сказать, что она называется формула. Для Филонова формула – это всегда синтетический образ какого-то универсального понятия, какого-то очень большого явления. в данном случае формула Петроградского пролетариата выражает собой и формулу революции, и формулу сдвига во времени, который произошел, когда революция победила. Этот сдвиг времени для Филонова имеет принципиальное значение, поскольку вся его работа как художника заключалась в том, чтобы приблизить это время будущего. Напомню, мировый расцвет, Хлебников говорил, хорошо звучит, а вот мировый расцвет – это и есть идея будущего искусства художника, когда прошлое расцветет в будущем пророслью мировой. И вот формула Петроградского претриата – это как раз работа, где будущее расцветает новыми формами. В этот период времени Филонов создает формы, которые находятся на стыке предметности и беспредметности. И в центре картины фигура шагающего человека, как будто бы это и есть петроградский пролетарий, который вступает в пространстве преобразованного мира и преобразует же собой этот мир. Мир, состоящий из совершенно головоломных сфер, линий, из новой геометрии. Геометрии, которая и знаменует собой рождение нового переживания пространства и времени. У Хлебникова схожие идеи, которые рождены были революционным временем. Надо сказать, что очень многие левые художники, художники авангарда, приняли революцию, относились с большим воодушевлением, романтически относились к происходящему. И это отражено в поэме Хлебникова «Ладомир». Собственно, для меня эта поэма является аналогом работы Филонова «Формула Петроградского пролетариата». Вот как вдориваются на творчестве они сотрудничали, но при этом не напрямую иллюстрировали друг друга, так и здесь мы видим текст, который Хлебниковым выражает идеи рождения нового мира. «И пусть пространство Лобачевского летит знамен ночного Невского, это шествуют творяне, заменившие Д на Т, Ладомира соборяне с трудомиром на шесте, это разина мятеж, долетев до неба Невского, увлекает и чертеж, и пространство Лобачевского. Пусть Лобачевского кривые украсят города, дугою над рабочей вылей всемирного труда, и будет молнией рыдать, что вечно носится слугой, и будет некому продать мешки от злота тугой. смерть смерти будет ведать сроки, когда вернется он опять с земли повторные пророки, из всех письмон изгонит ять. идея шагающих будитлян, идея шагающего пролетария, идея рождения новой геометрии, это пространство Лобачевского. И если мы посмотрим на картины Филонова, то мы увидим вот это искривленное пространство, пространство, которое образует какие-то удивительные ходы, завихрения, оно клубится, оно живет, оно творится на наших глазах. Вот что такое революция для Филонова и Хлебникова. Это космическое событие, это событие, не связанное только лишь с конкретным социально-историческим эпизодом, событием в истории, а это некий вселенский сдвиг, это некое новое понимание вообще пространства и времени, времени, которое будет течь теперь под руким законом. Напомню, что Хлебников поэмы «Владомир» как будто бы действительно открывает новую вселенную, но Хлебникову останется мало жить. Он умрет в возрасте 37 лет в 1922 году. Как раз пять лет с 1917 по 1921 Николаю Николаевичу Пунину названы романом с революцией. Вот этот романтический период Хлебников, конечно, и отражает в своей поэме. Для Филонова же создание формулы Петроградского поведряда было прологом начала его увы не состоявшегося сотрудничества с новой властью, которая собственно говоря не видела в Филонове художника, который мог бы обслуживать ее идеи и ее представление о том, каким должен быть новый мир. Возвращаясь ко времени 13-14 годов, как раз тесному периоду общения, сотрудничества поэта и художника, стоит сказать, что Филонов вообще чрезвычайно избирательно относился к творчеству поэтов, футуристов. Ну, например, в 13-м году он оформляет спектакль Маяковского, трагедию Владимира Маяковского, поставленную в театре Луна-Парк наряду с Победой над солнцем, которой трудились Матюшин, Малеевич, Крученых и Хлебников. Но этот эпизод, а именно оформление спектакля Маяковского, не положил начало дальнейшему сотрудничеству Филонова и Маяковского. А вот иначе было с Хлебниковым. И Алексей Крученых вспоминал, Филонов вообще малоразговорчив, замкнут, чрезвычайно горд и нетерпелив. Этим очень напоминал Велимира Хлебникова. Всякую половинчатость он презирал, жил уединенно, однако очень сдружился с Хлебниковым. Помню, Филонов писал портрет Велимира Грозного, сделав ему на высоком лбу сильно выдающуюся, набухшую, как бы напряженную мыслью жилу. Портрет этот исчез, но остался след в стихотворении Хлебникова. Я со стены письма Филонова смотрю, как конь усталый до конца, и много муки в письме Оонова в глазах у конского лица. Свирепый конь белком желтеет, и мрак залитый им густеет, с нечеловеческой мукой на полотне тяжелым, грубом, с огбенной будущей наукой дает привет тяжелым губам. Несмотря на то, что портрет не сохранился, можно увидеть некий отзвук вот этого образа поэтического Хлебникова в работе Филонова, которая создана была в 1914-15 годах, победитель города. Это, собственно, лицо человека сильного, полевого, с открытым таким вот взглядом, устремленного вдаль, в будущее, но человека, в лице которого отражена и мука, след страдания, как будто бы отсылающий вот к этой напряженной работе мысли, отраженной в портрете Хлебникова. Это человек, бросивший вызов городу, городу несправедливому, давящему, и неслучайно в этой работе город присутствует нагромождениями домов, скоплениями строений, тот город, который подавляет страдающего человека в цикле работ Филонова «Нищий, кому нечего терять». И работа «Победитель города» она не только может быть отзвуком портрета Хлебникова, она отчасти и автопортрет самого художника. Именно он одиночка, вышедший на бой, как Давид против Голиафа, как человек, бросивший вызов судьбе, року, неумолимому времени, времени начала войны. И эта связь образов Хлебникова и Филонова, отраженная в работе «Победители города», она шире, чем просто этот конкретный эпизод сотворчества, сотрудничества, взаимодействия поэта и художника. Можно говорить, что они были родственны как пророки, как люди, которые были отмечены даром видения будущего. Не случайно пир королей был пророческим произведением, которое как будто бы открывает XX век, начавшийся не календарно, а начавшийся с громом пушек Первой мировой. Не случайно Хлебников в какой-то момент предсказывает падение государства в 1917 году. И он, конечно же, имеет в виду Россию. Вот это пророческое начало, присущее Хлебникову и Филонову, бессеребрничество, аскетизм, подвижничество и погруженность в собственное творчество, вера в то, что постижение законов языка, постижение законов художественной формы приблизит человечество к победе над временем, все это делает две фигуры Филонова и Хлебникова удивительно родственными друг к другу и обозначает время, когда действительно была надежда, надежда, что мир изменится и будущее человечества достижимо с помощью колоссального усилия ума, воли и внимания к человеку, который, собственно говоря, и был главным героем и у Филонова, и у Хлебникова. Человек страдающий, но человек свободный, который обретает свободу, и этим он оказывается победителем, победителем над временем, над роком времени, которое несет с собой смерть, разрушение и энтропию. Победа над временем – это победа над смертью. Всю необходимую литературу, дополняющую, сказанную на лекции, вы найдете в описании к этому видео. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok